Привет, меня зовут Ира, и я основатель крупнейшей онлайн-школы Мехенди. В этом видео я буду разбирать свою старую работу, которую я рисовала 5 лет назад. Вместе с вами мы будем ее перерисовывать. Это моя старая работа, и она в то время была одна из лучших вообще. Как это ни печально, людям нравилось, как я рисую, и в принципе мне тоже. Я не комплексовала по этому поводу, я радовалась жизни и процессу. И сейчас я на нее смотрю, и как все мои ученики, я думаю о том, что боже мой, неужели я это рисовала? Какой кошмар, это просто невероятно. И сейчас я могу переделать ее так, чтобы сказать вау, как я выросла. У вас тоже так может быть, и некоторые наши ученики спустя всего 2 месяца обучения у нас достигают таких же результатов, как я сейчас. То есть они за счет того, что обучаются у кого-то, достигают хорошего навыка намного быстрее. Если я к этому ушла несколько лет, то вы с новыми технологиями, с возможностью онлайн-обучения можете достигнуть этого за несколько месяцев. Итак, моя работа ужасна. Во-первых, тут очень неаккуратно все нарисовано. Есть места, где все растеклось. Есть места, где непонятно, как элементы вообще прикрепляются. Но мы с вами начнем не с аккуратности, а, наверное, с композиции, с общей композиции. Я вам вообще объясню, что это за композиция, откуда все эти элементы и прочее. Тут есть центры композиции, то есть главный элемент, с которого все начинается. Есть главные центры композиции и есть второстепенные. Вот они. Я их выделила красным. И здесь мы можем увидеть, что вот этот главный однозначно, а вот эти как бы второстепенные. Но не совсем хорошо то, что они располагаются не по порядку. То есть если делать главный центр композиции, то второстепенные должны быть чуть-чуть меньше, а главный должен быть в серединке. Либо, если главный у нас находится с краю, то остальные должны постепенно сужаться. А здесь мы уже можем второстепенными элементами тоже сузить композицию, чтобы она смотрелась гармонично. Поэтому здесь это тоже ошибка. Помимо того, что все неаккуратно нарисовано, но и я не следила за размерностью элементов и главных элементов. Цветы в этой композиции являются главным элементом. Вторая ошибка, которую я сейчас увидела, это то, что у меня огурцы, второстепенные элементы, больше, чем главные элементы. Это тоже ошибка, и желательно делать огурец, и вообще второстепенный элемент, меньше, чем главный. То есть если располагать, то примерно вот так. Некоторые огурцы, вообще непонятно, как это у меня здесь расположено, у них неправильная форма. Ну, я тогда училась только рисовать, поэтому такой вариант возможен. Я еще не знала, как правильно строить элементы. Хотя это было всего 5 лет назад, несмотря на то, что тогда я уже закончила художественную школу. Все почему-то думают, что нужно обязательно художественное образование для того, чтобы рисовать в мехенде. А если вы посмотрите вот на это, то вы поймете, что художественное образование в мехенде вообще никак не помогает. Итак, что здесь надо исправить? Во-первых, здесь надо понять, какие элементы главные, какие второстепенные, и сделать все соразмерно. То есть главные побольше, второстепенные поменьше. И есть еще элементы, которые дополняют эту композицию и делают ее более завершенной. Такие как вензеля, точки, капельки. И их тоже надо делать соразмерно, чтобы они повторяли изгиб. И так у нас будет композиция цельная. Плавно перетекать. Но я сейчас намечу здесь просто основу. Это будет схема, по которой мы будем уже перерисовывать этот дизайн. На макете. Хной. Примерно вот такую схему надо нарисовать. То есть здесь я исправила как раз соразмерность. У нас здесь есть главный элемент. Это цветок. Есть несколько центров главных. Они чередуются. То есть от большего к меньшему. Мы делаем такой каскад. Потом есть второстепенный элемент, который подчеркивает. Это огурцы. Вот они. И остальные элементы, они уже просто дополняют, делают дизайн законченным, интересным. Мы это будем добавлять уже и решать, что сюда лучше добавить в процессе рисования хной. Теперь мы берем наш макет и начинаем творить. Нам надо сначала понять, где будет располагаться главный цветок. И в процессе рисования можно понять, что что-то не умещается. То есть, что дизайн, например, больше или меньше, чем рука в пропорциях, как на фотографии. И нам всегда нужно уметь поменять дизайн так, чтобы сделать его гармоничным в любом случае. То есть мы можем рисовать не точь-в-точь. Главное, чтобы в целом это смотрелось гармонично. И это уже приходит с опытом. Когда вы нарисовали энное количество дизайнов, попробовали скопировать какие-то дизайны, вы этому учитесь именно с опытом, с практикой. И так я перерисовала свой дизайн. Результат очевиден. Сейчас я рисую намного лучше, чем раньше. В принципе, это понятно. И давайте разберем, что у нас получилось. У нас получился дизайн цельный. То есть в нем нет таких пустых моментов, которые есть в старом дизайне. То есть каждый элемент находится строго на своем месте. Каждый элемент перетекает в следующий. И орнамент читаемый. Каждый элемент мы можем видеть по отдельности. И даже какие-то дополнительные элементы, которые помогают сделать дизайн более законченным, более интересным, они тоже обтекают в форму главных элементов. Это очень важно. И я перерисовала уже, соблюдая симметрию, соблюдая законы композиции, соблюдая сразмерность. И каждый элемент построен правильно. Например, цветок, он круглый. Каждый лепесток вписывается в круг. Каждая арочка находится на своем месте. Огурец тоже вписывается в овал или круг. Каждый элемент постепенно обтекает в следующий. Чтобы научиться так рисовать, мне потребовалось 5 лет постоянной практики. И вы тоже так сможете. Но сможете намного быстрее, если у вас будет учитель, у которого вы будете обучаться, который будет вам передавать свой опыт и показывать ошибки, чтобы вы на те же грабли не наступали. Но несмотря на то, что я сейчас так рисую, мне есть чему учиться. Никогда нет пределов совершенства. Поэтому я продолжаю учиться. Мне часто задают вопрос, а сколько нужно времени, чтобы так научиться? Когда вы научились рисовать мехенди? И я говорю, я до сих пор учусь. И если вы решили внезапно остановиться и решили, что все, вы теперь все умеете, это ошибка. В такой момент начинается путь к деградации. И дальнейшего роста не будет. Поэтому если вы хотите постоянно расти и развиваться в рост психной, то нужно постоянно практиковаться и постоянно учиться. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии, если у вас остались вопросы. А еще, если вы хотите, чтобы мы разобрали ваш дизайн, вы можете прислать его нам в наши социальные сети. Всем пока-пока!